Александр Юрьевич, 2023 год подходит к концу. Какие итоги Вы можете подвести сегодня, говоря об отрасли целлюлозно-бумажной промышленности в целом и о ПЦБК в частности? Здравствуйте. Наша целлюлозно-бумажная отрасль России полностью зависит от мирового рынка. Вроде как мы поставляем на экспорт всего лишь 1,5 млн тонн из 10 млн, а из общего мирового рынка 400 млн тонн. Вот наши 1,5 млн тонн на экспорт, вроде как вообще ни о чем. Но этого достаточно, чтобы колебания на мировом рынке сразу же с лагом по времени 3 месяца, максимум 6 месяцев отражались на внутреннем рынке. Что у нас произошло? Год назад, примерно в октябре месяце 2022 года, упали мировые цены. Ну, примерно в два раза. Соответственно, через какое-то время это полностью отразилось и на российском рынке. И сегодня целлюлозно-бумажная отрасль России находится на подъеме. Именно вот в октябре цены пошли вверх, потому что они отыгрывают то падение, которое было год назад на мировых рынках. Поэтому и мировой рынок на подъеме, и, соответственно, целлюлозно-бумажный рынок России на подъеме, цены еще не вернулись к докризисному уровню, то есть еще процентов 20 где-то до этого. Но так как рынок на подъеме, мы себя чувствуем сейчас более уверенно. Значит, у нас самое главное было это заместить европейских производителей машиностроения, которые делают нам расходные материалы по машиностроению для целлюлозно-бумажных машин, и химию. По химии, вот по нашему предприятию, допустим, можно сказать, что мы уже 100% заместили, мы теперь не зависим от европейских производителей. По оборудованию ситуация немного сложнее, но китайские производители, машиностроители, производители бумагоделательных машин тоже на подъеме, то есть они понимают, что российский рынок нужно забирать, можно и нужно забирать под себя, и поэтому дают нам хорошее предложение. То есть, другими словами, принципиальных различий в качестве сегодня при импорте оборудования либо комплектующих вы не испытываете? Значит, самое главное, что у нас есть большой на сегодняшний день выбор, мы можем работать и продолжать работать с немецкими, допустим, компаниями, они продолжают нам поставлять свое оборудование, и можем работать с китайскими компаниями, если что-то у нас начинаются какие-то проблемы с европейскими производителями, где-то мы не договариваемся. Причем то оборудование, которое идет от лучших китайских производителей, оно полностью конкурентоспособное с европейскими. А если мы говорим про импортозамещение, есть ли российские аналоги для комплектующих или, может быть, для оборудования? Значит, это, я думаю, что произойдет какой-то лаг по времени, ну, не знаю, может быть, несколько лет, когда мы к этому придем. Дело в том, что здесь нужны длинные дешевые инвестиции, чтобы наши слозобумажные предприятия занялись инвестициями в свое же слозобумажное машиностроение. Вот я знаю, что ПЦБК в сентябре тоже встречал китайских специалистов. Они приезжали устанавливать новый напорный ящик на бумагоделательную машину номер 2. Можете простыми словами сказать, вот в чем важность этого оборудования? Зачем это необходимо было сделать? Напорный ящик – это самая интеллектуальная часть, скажем так, бумагоделательной машины. То есть в напорный ящик подается 99% воды и 1% волокна целлозного. И напорный ящик должен равномерно вот этот поток воды плюс волокно распределить по так называемому столу. И на этом столе формируется вот та бумага, которую мы потом уже каждый в своих руках может подержать. Управляют всем этим компьютером. Здесь я могу похвастаться, что программу для управления этим напорным ящиком пишут наши специалисты. Когда китайские приезжают и спрашивают, а что, правда, вы сами программу пишете? Да, сами. То есть вот для них здесь такой культурный шок, что они сами еще программу не пишут. Они это заказывают в Европе. Я уже понял, что мы удивили китайцев. Знаю, что Пермская ЦБК в этом году участвовала в международной выставке в Китае, в городе Фуджоу. А чем китайцы вас удивили? Стэн, где находились наши коллеги, находился недалеко от самого большого китайского производителя бумаги. Это Nine Dragons, 9 драконов переводится. Ходили к ним в гости, обменивались какими-то наблюдениями по рынку, как он будет дальше расти и так далее. Наверное, это самое большое впечатление. Ну и, конечно, то, что наша продукция интересует китайский рынок, китайских потребителей, это тоже было главное, то, что мы смогли со всеми пообщаться глаза в глаза. То есть это важно для любого бизнеса, ну и, конечно, в том числе для нашего. Не могу не спросить, чего вы ждете от 2024 года? Ну, вот смотрите, у нас весь забумажный рынок мира – это 400 миллионов тонн. Китайский рынок – это 128 миллионов тонн. Ну, американский – 100 миллионов, европейский – 100 миллионов. Весь остальной рынок – это примерно 100 миллионов тонн. Вот, наш российский рынок производства – это примерно 10 миллионов тонн. То есть мы изначально во время Советского Союза занимали большую долю, мы производили 25% мирового рынка, а сейчас мы занимаем там 2%, немного. Но для китайского рынка это и хорошо, с другой стороны, что немного, нам проще занять какую-то нишу на растущем китайском рынке. То есть вот у них 128 миллионов, а во время кризиса они упали на 10 миллионов. Сейчас у них идет откат, они растут, и они опять начали брать нашу российскую продукцию бумажную, и, соответственно, делают заказов все больше и больше. Сейчас вопрос только цены. Дождаться, когда в Китае еще поднимут цену. Но самое главное, сейчас нужно использовать именно это время роста китайского рынка для того, чтобы захватывать новые рубежи. То есть не давать возможности канадцам, Северной Америке брать вот эти новые рубежи, увеличивающиеся китайского рынка, а захватывать их нам. Будет китайский рынок для нас? Будет модернизация производства? Будет будущее уцелезнобумажной промышленности в России? Рынок это все вытягивает. Будет потребление, соответственно, будет расти производство здесь внутри России. И самое главное, конечно, будут обновляться технологии, будет обновляться оборудование на все самое современное. Спасибо большое, Александр Юрьевич, за интересную беседу. Спасибо.